Прежде чем мы начнем, хотелось бы задать вам два вопроса. Первый вопрос. Кто когда-нибудь встречался с интуицией своей жизни? Большинство. Отлично. Второй вопрос. Кто не считает психологию наукой? Я так и знал, что найдутся те, кто так считает. Тем не менее, на самом деле, психология – это научная дисциплина, которая базируется на физиологических основах, прежде всего. Но изучает самое высшее, с моей точки зрения, что у нас есть в человеке. Это наша суть, нашу психику, наше естество. То, что я всегда рассказываю своим студентам, психология – это наука, и она всегда базируется на физиологии и на анатомии головного мозга. И поэтому мы с вами будем говорить о интуиции тоже через призму именно научных подходов. Можно дальше? Для меня психология всегда была нечто магическое. Я представитель того поколения, которое росло вместе с Гарри Поттером. Благодаря ему начал читать книжки вообще классические. В детстве я только энциклопедию читал, терпеть не мог, когда нас заставляли на литературе что-то другое читать. И интуиция – это как раз-таки та часть психологии, которая сродни магии. И я постараюсь вам показать несколько примеров того, на что способен наш головной мозг, и это вполне научно проверяемо. Можно дальше? Итак, прежде чем мы начнем, всегда в науке так принято, нужно определиться с предметом разговора. Мы с вами поговорим об интуиции. Значит, что под интуицией понимаю я? Я постарался скомпилировать ту массу определений, которые есть интуиция. Они действительно очень разнятся. В данном случае мы под интуицией понимаем некий неосознаваемый когнитивный процесс, результат которого способен осознаваться. Это очень важно для интуиции, потому что, с одной стороны, мы не знаем, что происходит и как это происходит, но, тем не менее, мы знаем результат, и с результатом мы работаем. Значит, какими качествами обладает интуиция, интуитивное знание? Оно субъективно-априорное. Почему? Потому что сознательно нам не дается тот механизм, та логическая цепочка, которая привела к конечному результату. Нам дается только сам результат. Поэтому субъективно оно воспринимается как ничем неопосредованное. И, тем не менее, есть некая эмоциональная окраска, которая создает ощущение значимости и уверенности в этом знании. И с ним достаточно тяжело, на самом деле, бороться. Иногда стоит это делать, иногда не стоит. Можно дальше? Когда у нас проявляется интуиция? Значит, интуиция у нас обычно работает в ситуациях, когда есть высокая степень неопределенности. То есть, когда нам недостаточно данных для того, чтобы обрабатывать это аналитической частью нашего мышления. Когда есть некая слабоструктурированность той информации, которую мы получаем. Когда у нас есть некие лимитирующие факторы. Будь то время, будь то действительно объем информации, который нам дается. Тогда, когда нет прецедентов, то есть других подобных ситуаций, с которыми мы сталкивались, имеется несколько вариантов, ну и так далее. Обычно, конечно, не принято много текста иметь на слайдах, но я хотел все-таки их здесь озвучить и показать. Потому что важно понимать, о чем мы будем говорить дальше. И это вытекает из тех слайдов, которые у нас здесь есть. Идем дальше. Я разбил свою беседу на три блока. Первый блок, я его назвал так, мы видим больше, чем замечаем. Так, начнем мы с нашего органа зрения, с глаза. Итак, так анатомически выглядит наш глаз. И мне хотелось сосредоточить внимание ваше вот на этой вот части. Вот это место называется зона слепого пятна. Почему она так называется? Потому что в этой зоне не располагаются рецепторы, которые воспринимают свет. И если вокруг они располагаются, вот самая лучшая часть, это здесь, здесь наибольшее скопление, здесь желтое пятно располагается. Вот, здесь рецепторов нет. И получается так, что какую-то часть пространства наш глаз никогда не видит. За счет чего же у нас не появляется таких дырок в пространстве, да, черных дыр перед собой. Во-первых, за счет того, что у нас зрение бинокулярное, то есть два глаза компенсируют немножко друг друга. Но, тем не менее, даже если мы закроем один глаз, да, мы так останемся, все равно у нас картинка полная. За счет чего это образуется? За счет того, что наш головной мозг, обрабатывая воспринятую информацию, он ее дополняет. Он ее дополняет той информацией, которая у него содержится уже в памяти, то есть он достраивает эту картинку. Фактически, мы всегда находимся в мире неполном, но наш головной мозг достраивает за нас. И происходит это абсолютно интуитивно. Идем дальше. Можно нажать, там есть кнопочка такая, чтобы видео начать воспроизводить? Нет, нет, нет. Назад и на самом... Вот здесь вот, да, замечательно. А теперь посмотрим небольшой видеофрагмент. Субтитры делал DimaTorzok 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 Это один из примеров того, что называется мертвой зоной внимания. Несмотря на то, что эта информация как бы выпала из поля нашего осознания, то есть она не попала в зону нашего внимания, тем не менее эта информация была воспринята, но некий когнитивный механизм определил, что она не нужна нам сейчас и поэтому сфокусировал наше сознательное внимание на других вещах и сделан опять же без нашего ведома, то бишь интуитивно. Можно дальше? Здесь тоже серия коротеньких видео. Прежде чем мы их будем запускать, бывают такие ситуации. Вот разговаривает с вами человек, пытается вам что-то продать, например, а вы не хотите у него покупать. Вот как бы он ни старался, вот у вас первое впечатление возникло и не хотите. Или, с другой стороны, вот у меня часто бывает, пытаюсь я над кем-то подшутить, вот если сразу ведется человек, то значит покупает мою шутку, а если нет, то как бы я ни старался, я понимаю, что он же не купит. А из-за чего это происходит? Из-за того, что он замечает что-то такое во мне, что у него внутри рождает ощущение того, что этому доверять не стоит. Вот посмотрим несколько примеров. Здесь тоже видео, вот так вот, да. Это TeamRoad, который будет немножко менять свои выражения лица. Так, заметили, да? Чуть дальше. Следующий. Ага, спасибо. Здесь уже немножко быстрее, но тоже заметно. И вот здесь вот на максимальной скорости, которую мне позволила программка сделать, это называется микровыражением. Хотя, на самом деле, еще не оно, оно еще быстрее бывает. То есть у нас постоянно меняется выражение лица, и осознанно мы не можем его заметить. Но наше восприятие построено таким образом, что на скоростях гораздо более высоких, чем это позволяет нам делать наше сознание, мы эту информацию все равно воспринимаем. Но она поступает к нам в сознание не в прямом виде, а в таком посредственном, в чувстве того, что я не хочу доверять этому человеку. Почему? Потому что он заметил что-то, какое-то микровыражение на его лице. Идем дальше. Здесь интересный пример. Показан одного опыта, который был проведен ученым Хесом и его группой. Значит, интуиция, она всегда работает с информацией гораздо больше по своему масштабу и объему, чем это позволяет делать осознанно. И в данном случае, испытуемым предлагалось посмотреть на две картинки. Как вы понимаете, это две абсолютно одинаковые девушки, но у девушки слева немножко есть различия в глазах. У нее зрачки расширены. И оказалось, что 98% мужчин оценят ее более привлекательной. Когда им задают вопрос, а почему вы считаете, они не могут это вербализировать. То есть они не могут выразить это словесно, но ощущения у них возникают. Те, кто знаком с приматологией, понимают, что расширенные зрачки являются одним из показателей эмоционального возбуждения, в том числе и сексуального. И, соответственно, девушки, у которых глаза с расширенными зрачками, им интуитивно кажется более привлекательной, потому что им кажется, что они находятся как раз-таки в этом эмоциональном состоянии. То есть интуиция располагает теми источниками, которые недоступны сознанию. Они вокруг нас. Мы не всегда их замечаем, мы не всегда ими можем пользоваться. Но интуитивное мышление, интуитивная часть нашей психики, она этим пользуется и выдает нам конечные результаты. Идем дальше. Следующий блок. Мы мыслим глубже, чем мы сами это понимаем. Здесь тоже связано с восприятием. Здесь двойственное изображение. Утка и кролик, наверное, все заметили. Вот с этой картинкой у меня возникали проблемы лет пять. Я вторую никак не мог увидеть. Кто видит девушку? А кто видит бабушку? А кто и то, и другое может увидеть? Отлично. Вот я лет пять не мог. Я смотрел на эту картинку и не мог бабушку увидеть. Девушку вообще без проблем. Это то, что открыли гештальпсихологи еще в начале 20 века. Смотрите. Как бы на картинке есть обе картинки одновременно. Но мы можем видеть только одну. И, соответственно, есть некий, опять же, когнитивный механизм, который регулирует, что наше сознание будет сейчас видеть. То есть некий когнитивный механизм регулирует, что является у нас фоном, а что у нас является картинкой. Это то, что называется эффект позитивного выбора, когда мы выбираем картинку. Но наш отечественный ученый Аллах Вердов, он открыл и уделил внимание другой части. Эффекту неосознанного негативного выбора. То есть какая-то информация все время у нас отбирается негативно и не используется в дальнейшем. Как это связано с этой картинкой? Я, когда прочитал об этом опыте у Аллах Вердова, я, честно говоря, был в глубоком шоке. Почему? Значит, какой опыт он описывает? Он брал группу среднестатистических людей, вполне с обычными навыками математики, наверное, даже лучше, чем у меня, и просил, давал им задание. Им нужно было рассчитать, какой день недели был, например, в 1961, потом 1962, 1963 год. Какой день недели был такое-то число. И они называли, разумеется, они ошибались, потому что это рассчитать достаточно тяжело в уме. Они, опять же, были среднестатические люди. Но что он обнаружил? Оказывалось, что если они ошибались на один день вперед, то они и дальше продолжали ошибаться на один день. Они не называли правильное число, но они умудрялись ошибаться на один день все время. К какому выводу пришел Аллах Вердов? То, что наша неосознаваемая часть психики сумела просчитать, на самом деле, все эти дни, но выдает информацию неполную, а выдает информацию с ошибкой. Зачем уж она делает, тут, наверное, вопрос. Может, мы себя слишком умными не считали. Идем дальше. Поговорим мы с вами о фрейминг-эффекте, о том, как влияет подача информации на наш конечный выбор. Здесь достаточно известная философская дилемма. Мы видим вагонетку шахтерскую, мы видим рычаг, мы видим рельсы, где один человек, где пять человек стоит. И вопрос, который я задаю своим студентам, рассказывая про этот феномен, а что сделаете вы? Переключите ли вы эту стрелку так, чтобы она поехала не по этому пути и не убила пять человек, а по этому пути, и таким образом она смогла спасти. Кто переведет вагонетку? На одного человека? Да, на одного человека. Других вариантов нет. То есть вы остановить ее никак не можете, кроме как перевести стрелку. Сам пожарного нет? Нет, здесь вы не сами себя убиваете. Вы убиваете, вы свидетель, вы вот здесь находитесь, вы можете только дотронуться до этой стрелки и перевести ее, соответственно, либо на одного. Все одинаковые люди, да. Обычно среднестатистически. Чем больше, тем лучше, я понял, да. 70% людей, отвечая на эту, разрешая эту дилемму, конечно же, выбирают перевести стрелку. Мои студенты тоже, практически там даже повыше были результаты, по 80% выбирали. Тогда я немножко менял формулировку. Так же, как это делали Тверский Каннеман в своих исследованиях. Я менял формулировку. Вы видите всю ту же самую ситуацию, но стрелки нет. Но у вас есть возможность столкнуть этого незнакомца на рельсы, и его тело остановит вагонетку. Вы спасете 5 жизней, пожертвовав одной жизнью. Вы это сделаете? Если ты находишься там же, проще самому прыгнуть. У вас нет возможности прыгнуть самому. У вас есть либо одно, либо другое действие. Если скажи, что первый человек остался на трюк, то раз в первый же активизируется, то это, конечно же. Логично. 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 Оказывается, что как раз таки 70% у людей, когда меняют формулировку, они не готовы убивать человека. И здесь мы наблюдаем эффект подачи материала. То есть, когда проводилось достаточно много всяких опытов с манипуляцией именно подачи и эмоциональной окраской тех или иных слов. Вот какой бы партии вы доверили сейчас больше, вот я назову, да? Эта партия победила на выборах, потому что принимала популистские решения. И другая формулировка. Эта партия победила на выборах, потому что она принимала решения, рассчитанные на большинство. Фактически ничего не меняется. Но популистские решения в нашем культуральном пространстве выглядят уже как нелицеприятные. Поэтому мы не будем радоваться за эту партию. А вот за партию, которая рассчитывает на то, чтобы помочь большинству, вот ей-то мы будем помогать. И достаточно много всяких интересных и опытов. Можете почитать в книжке у Канемана «Думай быстро, решай медленно» или наоборот. Где описываются эти замечательные фрейминг-эффекты? И можете наших политиков тоже позамечать в их фразах, как информация, облекаясь в другие слова, начинает иначе звучать. Можно дальше? Здесь лабиринт, он пустой, на самом деле я просто не нашел оригинальной картинки. Здесь я хотел рассказать о том, как влияет побочный продукт, который мы получаем в результате решения определенных задач. То есть у нас всегда в жизни перед нами стоят разные задачи, которые нам приходится решать. И наш отечественный ученый Пономарев лет за 15 до того, как такое же открытие было сделано на Западе, он открыл замечательный эффект того, как влияет побочный продукт информации на дальнейшее решение задач. Он давал задание своим сфтуемом решать определенные конструкции делать. И затем он давал им задание пройти этот лабиринт, найти у них была возможность исследовать лабиринт, ошибаться, возвращаться назад и так далее. То есть их задача была найти выход из лабиринта. И оказалось, что люди, которые решали эти задачки, они выполняли задание с лабиринтом быстрее, то есть они быстрее находили выход оттуда. Почему это возникло? Потому что складываясь вместе все эти конструкции, они формировали идеальный выход из лабиринта. И практически в 20 раз быстрее люди, которые проходили эти задания, они находили выход из лабиринта быстрее. Таким образом, мы каждый момент времени запоминаем множество информации. И не всю ее мы изгоняем из своей психики. Много из этой информации мы в дальнейшем используем. Можно дальше? И здесь мы перейдем к такой схемке, которая показывает взаимосвязь между логическим и интуитивным мышлением. Есть теория мышления, она называется дуальная теория мышления. Ее активно развивали на Западе, в частности Эфстайн. И они по-разному называют вот эти виды мышления. То есть кто-то называет логическое, кто-то называет аналитическое мышление, интуитивное мышление по-разному тоже называется. Но суть одна. У нас есть два уровня обработки информации. И эти два уровня, они между собой взаимосвязаны определенным образом. Логическое мышление, оно обладает какими свойствами? Оно всегда осознанно, оно всегда линейно, оно всегда движется от пункта А к пункту Б. и это мышление, оно в силу того, что он движется так-то поэтапно, оно гораздо медленнее, но зато оно всегда проверяемо. Это то, чем мы пользуемся обычно и то, что мы считаем за продуктом наших собственных размышлений. Интуитивное мышление, оно не такое, оно движется сразу во все стороны, оно нелинейно, оно обладает гораздо большим ресурсом, потому что пользуется множеством информации, которая уходит из-за поля зрения нашего осознанного логического мышления. И поэтому она гораздо быстрее. Но какая есть проблема у интуитивного мышления, это то, что данные, которые мы получаем, они будут не верифицированы, мы их не можем проверить. Сейчас посмотрим, как это работает, и разберем такое явление, как ювристики, за что, за открытие которых Канеман психолог, по образованию и по роду деятельности, получил, тем не менее, Нобелевскую премию в 2002 году по экономике. Второй человек после Джона Нэша, который получил по экономике, не будучи экономистом. Итак, у меня в руках две шоколадки, они обе в белой обертке, и, соответственно, вы не можете понять, какая из них вкуснее. Но что вы можете видеть? Можете видеть, что одна стоит 50 рублей, а вторая стоит 49.90. И какая из них сразу становится привлекательнее? Очевидно. Когда я пришел в магазин перед тем, как сюда поехать, у меня тоже 49.90 – это реальная цена, вторая там была 52 рубля. Тем не менее, мне действительно сразу же захотелось купить 49.90, а еще там ценник был зеленый, якобы еще и скидка на нее была. это то открытие, которое позволило Канемона и Тверски внести существенно новое понимание того, как действует покупатель. Он пользуется упрощенной схемой мышления, эвристиками. Вот если у нас есть упрощенная схема, что вот 50 – это много, а вот 40 – это мало. И поэтому, когда мы сравниваем 49.90 и 50, у нас автоматически включается внутреннее, некое непреодолимое практически желание купить то, что дешевле. И чем, собственно говоря, и пользуются все наши торговцы. Так, ну, я думаю, можем двигаться дальше. И переходим к третьему блоку – интуиция и будущее. Как взаимосвязана нас интуиция и будущее? Можно нажать там побольше будет эта замечательная черепашка? Нет? Не получается? Ага. Все, вот так тогда замрем. Это мастер Огвей, да? Те, кто смотрели Кунфу Панду, его вспомнят. У него есть замечательная фраза – прошлое забыто, будущее скрыто, настоящее даровано. На самом деле это не так. Дело в том, что я не верю в существование как такового настоящего, если честно, но это вопрос философский. Но вопрос научный состоит в том, что каждый момент времени мы пытаемся спрогнозировать будущее. Каждый момент времени мы немножко заглядываем за эту грань. Но чтобы заглянуть за грань, мы все время оглядываемся в прошлое. Приведу несколько простейших примеров. Бросили вам мячик, и руку вы вытягиваете автоматически сюда. То есть, что вы видите? Вы еще не видите, как мячик оказался в этой стороне, но вы уже тянете руку туда. Вы увидели начало, и вы спрогнозировали точку конца, где вы сможете его поймать. Как вы это сделали? За счет того, что в детстве с вами играли мячик, или друзья, или родители, и они бросали его вам. И вы сначала его плохо ловили, но потом постепенно у вас этот навык сформировался. У вас сформировался навык определять и решать практически сложнейшие геометрические задачи в уме у себя с определением точки пространства, в которую вам нужно двинуть руку, чтобы поймать этот мячик. Каждый момент время мы это делаем. Буквально шагая сейчас перед вами, я тоже это делаю. Почему? Потому что моя нервная система прогнозирует, какой силу импульс нужно выдать в мои мышцы, чтобы они смогли удержать мой вес. А вот если я сломаю ногу и месяцев 6 проваляюсь в гипте и сделаю те же самые шаги, я не смогу их сделать. По крайней мере, первый раз. Почему? Потому что у меня мышцы ослабеют, а в голове все та же установка прогнозируя нагрузку, давать определенный импульс. И поэтому в следующий раз я, скорее всего, упаду. То же самое с нами происходило в детстве. Мы постепенно набирали этот навык. Мы вставали и падали, вставали и падали до тех пор, пока не научились хорошенько прогнозировать наши будущие шажки. И то же самое мы делаем абсолютно везде и постоянно. Этот феномен называется феномен антиципации. Еще один психический процесс, который тоже связан с интуицией. И многие прогнозы мы осуществляем абсолютно неосознанно. Какие-то мы можем там озвучить и рассказать о них, но большинство мы осуществляем неосознанно за счет той информации, которая была воспринята нами из дополнительных источников. Я вам рассказал об эвристиках. Сейчас я расскажу вам о еще одном феномене, который позволяет, например, врачам спрогнозировать течение заболевания или даже выставить диагноз. Это называется экспертиза, экспертное знание. Все мы, наверное, слышали такую пословицу «Дуракам везет», да? Или «Новичкам везет». Кому как больше нравится. Есть одна гипотеза того, как этот феномен можно объяснить. И объясняется он через интуицию. Есть такая у-образная кривая ученого, которого я разработал, по-моему, Бекер зовут, которая характеризует успешность наших прогнозов и успешность применения наших навыков и знаний. Вначале, когда мы только входим в определенную сферу, вот, например, как у меня был с покером, когда он еще был не запрещен, когда был, или он и сейчас не запрещен. В общем, когда я начинал играть в покер, у меня это получалось, в общем-то, неплохо и на хорошем уровне, даже по сравнению с моим другом, который давно играл в покер, постоянно, ну, хорошо, короче, он играет в покер. И у меня это получалось сравнительно с ним даже неплохо. Это было до тех пор, пока я не узнал, что такое математика в покере, и до тех пор, пока он мне не показал, как я должен рассуждать, исходя из тех или иных ставок. А до этого, чем я пользовался? Я пользовался всей дополнительной информацией, которая у меня была. Я пользовался его выражением лица, я обращал на это внимание, хотя я не знал, какое конкретное выражение лица говорит, то там блефует он или нет. Но, тем не менее, я этим пользовался. Я, наверное, внутренне как-то рассчитывал те же самые комбинации, о которых мне пришлось потом узнавать сознательно. И что у меня наблюдалось в дальнейшем? Постепенное падение и все больше и больше проигрыши моему другу, в результате которых мне больше не хотелось с ним играть в покер. И что происходит потом? Потом, по мере закрепления новых навыков, экспертных навыков, по мере того, как набирается эта база экспертных решений у нас в голове, эти навыки повышаются. Я просто не дошел до этой стадии, поэтому про покер я сейчас не могу говорить. Мне просто стало с ним играть неинтересно, мы перестали играть. Мы в колонизатора с ним играем, но он опять начал выигрывать, поэтому я не знаю, другую настолку мы решили ему подарить. И постепенно этот навык повышается и доходит до уровня, когда здесь мы еще могли понять, почему мы выбираем то или иное решение, а вот здесь мы опять не можем понять, почему мы выбираем то или иное решение. И это называется феномен экспертизы. Он хорошо известен среди врачей, например. Там старые профессоры по одному взгляду на пациента уже могут поставить диагноз. И наш замдекан рассказывал нам как-то на занятии такую историю. Он сам в профессии гинеколог, пришел к своему коллеге-гинекологу и они там беседуют и друг говорит «А хочешь я тебе вот там у меня очередь наверняка сидит, я вот сейчас всем сходу поставлю диагноз кто зачем ко мне пришел». Они поспорили. Разумеется, замдекан в итоге проиграл этот спор. И тот выходит, смотрит, возвращается обратно и говорит «Вот первый ко мне с такой-то проблемой, с такой-то я не сходи, могу конечно назвать, что это были за проблемы». Приходит «Вот, кто-то не с проблемой, кто-то с проверкой на беременность к ним пришли». То есть он смог все это дело поставить, просто взглянув один раз на них. Чтобы то же самое сделать начинающему врачу, ему нужно конечно собрать полноценный анализ, ему нужны все анализы и прочее. Но по мере накопления, по мере того, как повышается наш скилл, лево прокачивается, у нас набирается достаточно много различных схем, которые мы начинаем применять. И применяем это достаточно с той или иной степенью успешности, и это отличает успешного эксперта от неуспешного начинающего. Поэтому я думаю, я был психиатром лучше, когда я еще не знал то, как нужно быть настоящим психиатром, но надеюсь, что постепенно я доберусь до второй линии. Но в конце расскажу вам о том, как интуиция может нас подводить, в частности, вот в прогнозы, как она может мешать, и даже как она и ее взаимосвязь с антисципацией может приводить их ко мне, как профессионалу. Расскажу вам на примере своей личной фобии, которая у меня была. Значит, у нас в подъезде жила собачка. Она была дочерью собачки, которая жила до этого в подъезде, но если та была очень милая и добра ко всем, то эта была очень милая и добра избирательная, только тем, кто жил в этом подъезде. И она никогда не кусала. Мои друзья поэтому в эпоху, когда не было телефонов, не могли ко мне прийти, чтобы позав меня гулять, они кричали мне на пятый этаж, чтобы я вышел. Поэтому я книжки читал, да, энциклопедия основная. И как-то я спускаюсь, я сто раз спускался по своему подъезду на улицу и никогда не боялся собачек, потому что она была ласковая всегда. Она всегда виляла хвостом, подходила, я ее гладил и проходил. Однажды я сам возвращался домой, поднимаюсь, она лежит, не подходит, но мне захотелось ее погладить. Я начал тянуть к ней руку и я абсолютно не ожидал, что произойдет дальше. А дальше произошло следующее, она меня укусила, у меня было достаточно сильное кровотечение, боль, боязнь того, что мне нужно делать множество уколов, потому что я знал, что если собак кусает, значит укол надо делать от бешенства. И все это у меня внутри свелось воедино и самое главное это было связано с тем, что я не прогнозировал это, я был не готов к этой ситуации. Но прогнозирование на самом деле я начал подводить потом. Несмотря на то, что сто раз она меня не кусала, а укусила всего один раз, до тех пор, пока она жила в нашем подъезде, я боялся спускаться по лестнице. Каждый раз я концентрировался на одном и том же варианте исхода нашей встречи, что она меня снова укусит, несмотря на то, что сто раз до этого она меня не кусала. И здесь мы видим, как некие определенные интуитивные наши интуитивно окрашенные элементы влияют на наши прогнозы. И они закрывают наши глаза определенными шорами, которые нам собственно говоря могут мешать в будущем. И многие пациенты с тревожным расстройством в основе их проблем, почему они обращаются к психиатрам, к психотерапевтам или к психологам, если они не знают, что есть психотерапевты. Это как раз таки проблема в том, что у них немножко сбит механизм вот этого развлечения вероятности исхода. И у них не очень хорошо получается прогнозировать будущее. Вот. Ну, на этом я надеюсь можно уже завершать. Сегодня у нас какое число? Седьмое. А завтра у нас восьмое. Поэтому я поздравляю всех дам с их праздником. А всех присутствующих не только дам я поздравляю прежде всего с весенним праздником. Наконец-то весна к нам пришла. Спасибо за внимание. Вопросы? Если осматривать логику как что-то неотекущее, то можно ли рассмотреть в психологии какие-то математические модели нелинейные, которые могли каким-то образом хотя бы частично описать интуицию, твердом, динамический хаос? Вообще в науке насколько развита и что поможет более перспективно? Первое замечание. С математикой у меня туго, поэтому можно погромче, да? Если рассматривать логику как что-то линейное, то возможно ли представить какую-то математическую модель, которая будет нелинейной логике следовать, а какой-то нелинейной, то есть какая-то совсем другая математика, с помощью которой мы могли бы каким-то образом описать интуицию, то есть не как что-то противоположное логике, а логичное, просто используя какие-то другие элементы? Спасибо за вопрос. Первое, что хочется сказать вот это на это. Такие попытки делаются, они естественно есть, и пару месяцев назад читал очень интересную статью, в которой пытаются с математической точки зрения объяснить поведение некой абстрактной девушки, провинциалки, которая приехала в город, и ее модели поведения. И пытаются это сделать с определенной математической стороны, объясняя, что если использовать именно банальную логику, то это сделать невозможно. То есть попытки делаются. И там из этой статьи в общем-то выходит один вывод, который, к сожалению, неутешительный именно с точки зрения того, что интуицию можно понять. Там делается вывод о том, что просто нужно дать на откуп тому, что это нечто непознаваемое и неосознаваемое никогда, и мы никогда не познаем, почему мы совершаем те или иные действия. На мой взгляд, это все на самом деле можно сделать. Я просто не глубок в математике, поэтому я, к сожалению, не смогу вам полноценно ответить на вопрос, но попытки делаются. Вторая часть вопроса была в чем? А, вот что еще важно, да? Достаточно много в книгах, посвященных интуиции, уделяется внимание взаимосвязи логики и интуиции. На самом деле, логическое мышление, интуитивное мышление не стоит рассматривать как нечто противоположное, что вот у нас либо одно работает, либо другое работает. И авторы достаточно много внимания уделяют тому, что на самом деле даже логическое наше мышление, оно содержит во многом интуитивные моменты. Не знаю, если попробую сейчас воспроизвести. Вот, смотрите, допустим, первое утверждение, допустим, у нас есть некая абстрактная А1, да, которая больше, чем понятие, например, С. А1, и, допустим, у нас есть А, немножко не так, равно Б. И утверждение следующее о том, что Б больше, чем А. Вот, то есть, с точки зрения логики, в общем, все логично, да? Но, на самом деле, у нас есть некая, то есть, здесь мы базируемся на том, что истинно вот это утверждение. И вот это мы уже воспринимаем интуитивно. Мы интуитивно создаем связи между утверждением первым и утверждением вторым. Вот у Канемана достаточно много уделяется этому внимания. И еще, если получится у вас найти книжку Кармина, у нее есть две книги, посвященные интуиции. Одна в 2010 году вышла за авторством Кармина, в которой есть специальный раздел логической интуиции. И там приводится вот этот парадокс Кэролу, по-моему, это называется, который доказывает, что даже в наших логических построениях при вытекании одного из другого, мы всегда добавляем интуицию. Льюис. Льюис он самый, да. Синий, потом красный, потом куртка. Спасибо. У меня вопрос вот такой. Не просто так, Тимурок был, да, я так понимаю, это связь с сериалом «Опомни меня», который основан в трудах Пола Экмана. Да. Автор замечательной книги «Психология лжи», которая относительно старая уже. Когда я прочитал эту книгу, у меня сложилось ощущение, что Пол Экман полностью прошелся по теме и ничего больше там не оставил. То есть он расписал все. Вот хотелось бы знать от вас как специалист в этой области продолжать ли исследования в области психологии лжи есть ли как развитие Пола Экмана? Может быть, новые книги каких-то есть? Спасибо за вопрос. Да, они продолжаются, и сам Пол Экман еще жив, и тоже продолжает исследовать. Есть и другие книги, кстати говоря, у меня второе выступление есть, которое я часто и своим студентам мне в рамках образовательного курса рассказываю как раз по психологии лжи, мы с ними беседуем. Тим Ротт нам был представлен почему? Потому что и вот в книге про интуицию Дэвида Майерса там тоже есть отдельный раздел, посвященный взаимосвязи между ложью и интуицией. Я приведу пример, что бывает такое, что вот какому-то человеку мы не верим. Что бы он нам ни говорил, мы ему не верим. Почему? Потому что наши интуитивные возможности подпорогового позволяют нам увидеть эти самые микровыражения, которые у нас эволюционно заложены различать. И в данном случае конечно исследование проводится и Офрай тоже интересно писал о лжи, у него совсем другой подход в его книгах, хотя достаточно тяжело написать что-то новое после того, как Пол Экман достаточно хорошо осветил эту тему. Обещал? Можно ли развивать интуицию и есть ли эффективные методы этого развития? Спасибо за вопрос. Смотрите, вообще-то тема моей диссертации посвящена взаимосвязи интуиции и антисципации больных с невротическими расстройствами. И через три года я должен, конечно, создать методику, которая будет позволять развивать интуицию больных с невротическими расстройствами. Пока еще я не дошел до этой стадии разработки, но есть тренинги, которые позволяют развивать антисципацию, например, искусство прогнозирования. Насчет интуиции. Вот интуиция хорошо работает в состояниях измененного сознания. Это доказано тогда, когда у нас меняется связь между внутренними ресурсами психики, между резервами объемной памяти и сознанием. Например, достаточно широко известный феномен, как в состоянии гипноза человек может решать математически сложнейшие задачи, хотя в сознательном состоянии он этого делать не может. Или есть примеры эдитизма, когда человек может вербализировать очень множество информации, которые он не смог словесно выразить в сознательном состоянии. И чем чаще человек погружается, тем лучше у него выработан мостик между интуицией, между интуитивным частью психики и сознанием, тем лучше у него получается решать именно через интуицию задачи. Вопрос на самом деле в том, что можно ли или нельзя доверять интуиции. Когда-то можно, когда-то нельзя. И здесь важно все-таки давать отчет, почему ты хочешь то или иное действие сделать. То есть вслед за интуитивным решением получать и аналитическое решение. Тогда меньше шансов ошибиться будет. Конкретные техники, к сожалению, я сам не знаю. Для меня это больше научный интерес, нежели практический. У меня очень короткий вопрос, связанный с примером шоколадки. У вас, в вашем примере, шоколадка стоит 50, 49,90. у меня складывается впечатление, что в этом случае это безусловно работает. 49,90 шоколадка гораздо вкуснее. Наверное, даже если мы ее съедим, она будет казаться нам вкуснее. Но у меня такое ощущение, что когда мы в магазине видим цены 49,90, 39,90, 69,90 и так далее, этот эффект перестает работать. есть все наставки? Ну, вообще да. То есть постепенно у нас приобретается другой навык не доверять, когда нас пытаются развести. Поэтому постепенно этот навык теряется, но все равно создается внутреннее ощущение. Особенно даже не когда 39,90, а когда 99 и 100. Мимо 99 гораздо тяжелее пройти. Хотя я сейчас говорю свои логические там размышления, то есть это надо эмпирически проверить. Отличается ли 39,90 и 40 от 99 и 100? Наверное, есть какие-то определенные различия в этом. Да? Спасибо. Спасибо большое за рассказ. У меня остается очень важный вопрос, потому что это прослушно, я немного забыл в плане понимания, наверное, как гитармин это лиц. Поясню, в чем есть, водовое понимание интуиции. Можно пойти налево, направо, я пошел налево, все хорошо, вдруг пошел направо, трепетчиком. В плане примера этого А плюс С плюс А равно Б, это все-таки как я воспринимаю, это не интуиция, это привычка, да? Мы привыкли воспринимаем вот в этом понимании выражение как положительное, как следствие, поэтому понимаем, что Б у нас будет больше, чем А. Если С будет допустим отрицательным, может быть А больше, чем Б. Как примерить шоколадную, например, до тех пор, у нас вот этот 39-90 посместным, мы опять-таки на это либо верим, либо не верим. в случае мемики ну это может что-то инстинкт идет, видим, собака грызается, мы же не идем к ее углали. Вот в рамках этого как раз все-таки мне хотелось понять, что все-таки психология воспринимает как интуиция. Вот набор каких-то инфективно опытных вещей, да? Которые мы руководственницы не осознаем. Или какие-то вещи разряда ну как бытовых. Понимаете, что я не имею? Насчет бытовых не очень, если честно. Там много примеров и я как-то удовольствовал, что же все такое интуиция. Смотрите, спасибо за вопрос. Если вы забьете в поисковик термин интуиция, вам масса их выпадет. В словарь заглянешь тоже. Они в основном все философские. Из научных трактовок их тоже больше десятка трактовок различных. Даже у Павлова был отдельный взгляд на интуицию. У моего научного руководителя было понимание интуиции как свернутое логическое умозаключение. Мне потом пришлось переубеждать, когда я приходил к нему и говорил, что давайте-ка вот этим буду заниматься в своей диссертации. Мне пришлось немножко его убеждать в том, что интуиция это не только свернутое умозаключение. Я приводил определение, которое, на мой взгляд, лучше отражает и немножко компилирует. То есть, оно достаточно широкое. То есть, это некий неосознаваемый процесс. То есть, мы не понимаем, как он происходит. Мы имеем в виду человек, который испытывает это состояние. Мы не понимаем, как это происходит, но, тем не менее, у нас есть определенная степень уверенности в том, что то решение, которое нам выдается, внутреннее чувство, которое у нас возникает, что ему можно доверять. Вот. Это те критерии, которые есть у интуиции. И, соответственно, то есть, когнитивный процесс познавательный, он неосознаваемый и с определенной эмоциональной окраской. Вот. Это широкое понятие интуиции. Так. Ну, и мне тут уже показывают, видимо, время заканчивается. Все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ